Для того, чтобы лошадь ходила в одну или в другую сторону правильно, нужно ходить. А когда ходишь, мне очень нравится всегда, когда мне спрашивают, как лошадь сделать. Я говорю, вы знаете, есть такой анекдот. У Вадима Личанину спрашивают, как вы газон делаете? Сеем поливаем, стрижем, укатываем, и так 300 лет. Так же и здесь. Лошадь ходит в одну сторону, ходи в другую сторону, она ходит в другую сторону нормально, ходи в эту, и в конце концов равновесие. Но самое главное, что это равновесие каждый день надо тренировать. Каждый день. Как только перестал тренировать, это считает, что все, прогресс кончился, ничего больше улучшить ты не сделаешь. А улучшать можно то, что ты делаешь постоянно. Нет предела. Только смерть останавливает предел, так сказать, совершенствования. У нас наша школа отличалась тем, что мы не выбирали лошадей. То, что было под руками, то и это самое. И делали. Ну, я очень люблю, во-первых, я не вижу лошадь, когда я ее смотрю. Меня спрашивают, ты ходил, выбираешь лошадь? Я не выбираю. Ну, пришла лошадь работать, я ее работаю. А там дальше, черт знает, что с ней может быть. Работа показывает, лошадь войсковая или не войсковая. Кстати, самые лучшие воисковые лошади, которые были олимпийскими чемпионами, это лошади конкуртных линий. Должны были прыгать, а они почему-то пошли в войск. И стали там лучшими. Сейчас понятие о породе, ну, что такое порода? Существует три чистокровные породи. Это арабская, ахалтикинская и английская верховая. Это две чистокровные лошади, чистокровные. Они производятся только в себе. Чистокровный папа, чистокровная мама. Арабский папа, арабский мама. Все остальное является помесями. И говорить о том, что это порода, ну, чего там только не намешано. Ну, и поэтому говорить о том, что лошадь войсковую выбираешь по экстерьеру, по движениям и по, так сказать, стремлению сотрудничать. А говорить, что вот какую породу, ну, в разные породы бывали выдающиеся лошади в войске. Начиная от тракенов, кончая, черт на отчем. Эра была построена на украинских лошадях. Вы знаете, я остался в полном спорте по одной причине. Ну, я не очень, так сказать, был способный, может быть, или, может быть, был маленький, или еще что-то. Но во мне открылась одна способность. Мы поехали, пригласили меня на ипподром, степечезная группа, меня в эту группу взяли. И вот мы поехали с тренером на проездку, это на ипподром, на круг вышли. Мы сделали рысь, развернулись, поехали кентером. Он мне говорит, сейчас выйдем напрямую и прибавим. Только ты от меня не отставай. Вот мы заходим с поворота напрямую. Он поехал, я поехал, он поехал, я поехал. Он поехал быстрее, я поехал быстрее. Потом он кричит, да держи ты в конце концов лошадь. Я взял ее и остановил. А он проскакал дальше, вернулся. Мы пошли другую, вторую пару подседлали, выехали. И точно так же с поворотом поехали. Он говорит, быстрее, я быстрее. Он, тише, я тише. Понимаете, открылась такая вещь, меня лошади никогда не таскали. И я не знаю, что надо делать для того, чтобы она не таскала. Значит, когда я был маленький, я приходил на работу к отцу. Он работал на лесопилке. И на складе у него стояли пилы, круглые. Мне было три или, может, четыре года. И я брал эту пилу, от стенки оттаскивал, от стенки вот так вот тащил на себя. И меня удивляло, почему? Чем больше я на себя тащу, тем мне легче. От стенки я оторваю, сперва тяжело, а потом дальше, дальше, дальше толкну. Ну, в этом самом положении, в ответствиях, у меня вообще никаких усилий. Я опускаю на себя. Чем дальше я опускаю, тем мне становится тяжелее. Я никак не мог понять, о чем дело. Ну, вот, собственно, как мог понять, какие там у меня мысли могли в четырехлетнем возрасте, в трехлетнем быть. И вот я, в четырехлетнем это было. И вот я отпускаю, дальше, 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 дальше. И перетянув настолько, что я не смог удержать, и меня как резануло этими пилами, они на меня упали, пилы располосовали мне там ноги, все такое. Отец там, я крик поднял, он меня схватил, перебинтовал, понесли в эту самую, как ее, в больницу. И потом я долго-долго с этими ранами мучился. Ну, я, я не знаю, отчего у меня, ведь лошадь, чем больше тянешь, тем она тебе больше тянет. И чем больше отпускаешь, тем она быстрее идет, еще быстрее идет. И поэтому, а вот найти вот эту точку, на которой тебе не будет тяжело, а ты можешь ее остановить. Вот есть такое, такое должно быть чувство у тебя. Есть такой специалист, Баше. Он нашел способ останавливать лошадь шпорами. Вот лошадь его тачит, он ее начинает так шпорить, что она останавливается. Он нашел такое, потому что наступает запредельное торможение, то есть запредельное возбуждение, которое вызывает торможение. И вот он показывал фокусы. Лошадь понеслась, он повод не держит, только шпорами ее прихватил, и она тут же остановилась и начал двигаться. Так, как он хотел. Есть такая у него статья, и есть такое самое, как сказал Филис, его ученик. Он нашел золотую ключ. Замыкание лошадь между шенкелем и поводом. Он мог без повода остановить шпорами, без шпора остановить поводом. Я вышиваю, мы тренер, заезжает лошадей, карабаиров. Мы на Ипподроме, теперь честная группа, с ребятами скаковыми дружим. Пришли лошади, надо заезжать. Вот он одевает, гоняет на корне, одевает мешок, там все такое, на лошадь. Потом, ну, кто сядет? Я говорю, я сяду, все, и поехаю. А еще остался второй, второй конь, жеребец. Он уехал, мы говорим, да я его тоже заездил. Ну, и зашли, одели на его седло, подтянули. Я там в денеке на него сел, ноги вставил, я сейчас, как вспоминаю, вставил дальше, в стремя, подальше. А седла скаковые у них нет, кинфуте, от этого самого шнеллера, отключения. Они там мертвы, мертвы, и вот я, выводят меня по коридору, с двух сторон ведут, вывели на это самое, из конюшни и отпустили. И через две секунды я уже был на земле. Он как начал меня поддавать, что там делать? Я не знаю, ты летишь, только, только счастье твое, что не остались ноги в стремянах. Поэтому, когда ты падаешь с лошади, ты не знаешь, из чего ты падаешь. Тебя вышибает, и все. Кстати, я видел этих самых Родео. У них, они падают, потому что это самое, так разыгрывают. Он на лошади сидит, убьет ее, не упадет с нее. Есть люди, которые обладают вот таким равновесием, такой цепкостью и так далее. А что мы посоветовали? Это ничего, не падать. Как только она созрела, честокромные лошади в полтора года уже их заезжают, а в два года они скачут. Лошади других пород, таких как текинцы, тоже заезжают полтора года и скачут. Заезжать нужно в то время, когда она созрела. Да, видно уже, что она развилась, что ты ее не сломаешь, что ты ее не покалечишь. Можешь садиться на ее ездить. Ну, а заезжают, как заезжают. Это не наука, но в двух словах это не скажешь. Я знаю такую вещь. Значит, мы однажды купили для голландцев 120 кабардинцев. Привезли их, кастрировали, откормили. Они приезжают, первую партию 40 штук взяли, отвезли и потом нам говорят. Значит, так, лошадей мы берем только заезжим. Только заезжим. Незаезжим не берем. И все должно быть сделать под видео. Показать, как вы садитесь, едете. И мы пошли заезжать лошадей. Я никогда этим делом не занимался, потому что лошади, которые приходили к нам, они приходили после скачек, они уже были заезжены. А те, которые, это самое, других у нас не было. А те, которые у нас рождались, так они с детства на руках, на них садишься и поехали. Без проблем. А тут кабардинцы. И вот мы прошли, начали заезжать и вернулись оттуда, как из боя. И получилось так, что... Я-то понимаю, что завтра все сначала начнется. Мы его поймали, мы его задержали, мы его там, это самое, он нас поколотил. Мы, наконец, на его сели, он попрыгал, усидели, там его держали. Ну, завтра все сначала начнется. Я приезжаю, когда мы приехали домой, на конюшню, я смотрю, стоит машина Шторха Алексея. Такой был фотограф-художник. И у него книга «Ветер в гриве» знаменитая. А он конюшенный мальчик. Я говорю, слушай, как заезжают эти кабардинцы? Он говорит, да очень просто. Аркану его поймали, подтащили к дереву, привязали, и он стоит на привязи, на этом самом, натянув чомбур. Он стоит, может, неделю, тут еда у него, вода. Он стоит вот так вот, натянутый. Как только он отпустил и начал есть, все, прошла первая стадия, называется обтяжка. После чего ты можешь эту лошадь брать и везти, куда хочешь. А уже дальше будут техники, как ты ее будешь приучать к седлу, как ты ее будешь приучать к человеку и так далее. Вот так вот заезжают молодых лошадей. Все должно быть по плану. Но первое должно быть – обтяжка. Есть такое русское выражение – обтяжка. Это значит, что он, ну, из этого понимал, он обтянулся. Он понял, что лошади, в общем-то, я убедился в одной вещи. Лошади подвержены гипнозу. Вот вы понимаете, физически не в состоянии человек, сидя на лошади, удержать ее поводом. Он же удерживает. Потому что он ей внушил, что он может поводом удержать ее. Для этого существует горда, для этого существуют вот эти вот обтяжки и все. что лошадь начинает верить, что раз ее взяли, значит, надо остановиться. Так же вот с этой обтяжкой происходит. Происходит что-то с психикой лошади, которая понимает, что деваться некуда. Но самое главное, что эту вещь она очень долго помнит. Зачастую всю жизнь. Что раз натянулась, значит, и не отпустит ее, как бы она ни это самое. И вот, наверное, заездка лошади – это внушение ей, что все требования человека неотвратимы. Раз она потребовала, значит, это обязательно должно быть. Ну, а способов много. Один из способов среднеазиатский. Мы были на съемках, и там местные мужики привезли лошадь. Говорят, да заездите. Ну, а мы все спортсмены. Быстренько на ее седло накинули, на корте погоняли. Один сел, она его скинула. Второй сел, она его скинула. Я думаю, что это такое? Не может быть. Сам сел. Она меня через каких-то 30 секунд, уже я лежал на земле. Они намахнули на нас. На следующий день приезжают две лошади, два всадника. Седлают эту лошадь. Привязывают ее к седлу одной из лошадей. Один сажает на нее всадник, а второй прижимает ее к этой лошади молодого. И поехали в поле. Через два часа приехали, лошадь готова. Заезженная.